Братья и сестры Мы склоним свои головы и вознесем молитвы к Небесному Отцу. Помолимся. Отче Небесный, славу и благодарность Тебе приносим за то, что Ты позволяешь нам еще раз, еще раз приходить к ногам Твоим, слагать все свои заботы, нужды и просьбы во имя Иисуса Христа, прося о том, чтобы Ты благословил нас и наше предстояние перед Тобой в Доме молитвы. Пусть будет как приятное благоухание через песнопение, через наши молитвы, стихотворения, через проповеди. Пусть имя Твое будет прославлено и возвеличено. Мы молим Тебя, Господи, заговори нашим сердцам те слова, которые необходимы нам для того, чтобы мы могли подготовиться к славной встрече Твоей. Яви Твою милость народу Твоему, Господи, прими престолу благодати все молитвы, которые вознесутся во имя Иисуса Христа. У кого какие нужды, Господи, Ты ответь по милости Твоей каждому, кто будет возносить голос Твой тихий или громкий в молитве к Тебе. Молим Тебя и просим о тех, кого нет среди нас. Господи, яви Твою милость, сохрани в путях и обеспечь полную безопасность, чтобы весь народ, где собирается, мог прославить Тебя. И в этом вечернем служении Тебя прославляем, Тебе поклоняемся и преклоняемся перед Твоим величием. Славим Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Славим Бога, Отца, Сына и Духа Святого. 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 Отца, Сына и Духа Святого. Славим Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достается мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, Пойди, продай мнение твое, раздай ничьим, и будешь иметь сокровища на небесах. И проходи, и следуй за мною. Услышав слова Сея, юноша опечалился, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус сказал ученикам своим, истинно говорю вам, «Трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь иголные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус возрев сказал им, «Человекам это невозможно. Богу же все возможно». Моя тема, как я начал сначала, это есть, «Чего еще не достает мне?» Это вопрос, это вопрос, что этот юноша спросил Иисуса, и он когда пришел туда, он пришел, потому что что-то тревожило в его сердце. Желание и цель юноша было, чтобы узнать у Иисуса, что доброго ему надо делать, чтобы иметь жизнь вечную. Это была его цель. «Что мне хорошее, доброе надо сделать?» И мы видим здесь диалог Иисуса и этого юноша. И Иисус говорит ему, чтобы он соблюдал заповеди. Заповеди, которые Бог поставил нам. А юноша говорит, какие. И когда он спросил эти слова, какие, я думаю, он знал уже, какие заповеди, но хотел сам утвердиться, какие заповеди. Иисус говорит нам здесь в стихах 18-19, Он сказал ему пару заповедей, которые ему надо было исповедовать. Потом юноша сказал Иисусу, что он уже сохранял эти юности свои. С детства он это уже все делал. Но следующее, что я хочу, чтобы вы обратили ваше внимание, тот вопрос в стихе 20, он спросил, что еще не достоит мне? Достоится мне. И мы видим, что он делал все. Он жил правильную жизнь, хорошую жизнь, good life. Но что-то еще внутри, что-то внутри ему, он тревожил. Тут мы видим это желание быть совершенным. Он чувствовал, что-то внутри ему мешает. Или что-то держит, чтобы иметь жизнь вечную. Что-то его держит, чтобы он мог следовать, like, fully following Christ. И мы видим в стихе 21, если будем читать, Иисус, зная его переживания и мысли, говорит ему, я это rewarded it, я сказал своими словами, говорит ему, если хочешь быть совершенным, оставь то, что самое близкое твоему сердцу. Его имение было близкое и дорогое для него. Да, он был богатый, но проблема не в том, что он был богатый, он имел большое имение, а в том, что имение было больше, чем желание иметь жизнь вечную. То желание иметь жизнь вечную, он не мог оставить то. Он не мог оставить слова. Мы ставим себя, если мы ставим себя в его ситуацию, на место этого юноша, мы должны проверить, где наше сердце. Что внутри нашего сердца, что держит нас быть совершенным. Что держит меня сегодня, что держит меня, чтобы я служил Богу, a perfect life. Может, кто-то из нас имеет что-то очень близкое к сердцу, и может спрашивать себя, что еще недостойно мне. Кто-то может спрашивать себя сегодня, я спрашиваю сам себя, какой грех у нас внутри, в сердце. Может, это самолюбие, selfies, гордость, знаменитость, быть популярным, чтобы все знали, все приветствовали, или богатым, как этот юноша. Может, наша цель заработать, сколько мы можем денег, и жить, как этот юноша, иметь большое имя, leave a legacy, leave a legacy here on this earth. в стихе 22-ом юноша сделал выбор. Он сделал выбор своей жизни, когда он имел встречу с Иисусом Христом, он не оставил свое имение, он ушел с печалью. Сегодня у нас есть надежда, мы имеем надежду, мы имеем тот свет в той темной туннели. Сегодня есть та надежда, наша надежда это Иисус Христос. Иисус Христос есть наша надежда, Он победил грех, и Он освободил нас. Он освободил, когда мы приходим к Христу. Только и только с Ним мы можем быть свободны от греха, не своими человеческими силами, только Богу все возможно, как в стихе 26 написано. Итог, завершаемую проповедь, проповедь, я хочу, чтобы мы проверили себя, что еще мне или тебе не дается. У нас есть сегодня возможность сегодня на этом служении помолиться к Богу, попросить, чтобы Он освободил нас и поблагодарить за то, что Он уже освободил нас когда-то, чтобы умереть за наши грехи. Аминь. Помолимся. Не унывай, Господь всегда с тобой, неси свой грех, страданиях не ропщи, в руках Творца и ты, и жребий твой, Он верен нам, Он верен нам, общения с Ним ищи. Не унывай, не унывай, земное все пройдет, на небесах, на небесах, на небесах, на небесах. Нашу отцов скрежет. Не унывай, Господь руководит, грядущим так, как прошлым управлял. Ему лишь верь, ничто да не смутит, свой час поймешь, свой час поймешь, зачем ты здесь страдал. Не унывай, не унывай, земное все пройдет, на небесах, на небесах, на небесах, на небесах, на небесах, Нас ум отцов снежет. Не унывай уж, близость, славный час Когда с Христом мы будем навсегда В любви святой отрет нам слезы с глаз Исчезнет скор, исчезнет скор, забота и нужда Не унывай, не унывай, землей все пройдет На небесах, на небесах, на небесах Нас думать со свечем Псалом Давида, Псалом 22 Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться Он упокоит меня на злачных пазлях И водит меня водом тихим Покрепляет душу мою Направляет меня на стези правды Ради имени своего Если я пойду не долиной смертной тени Я не убоюсь его Потому что ты со мной Твой зезвы, твой посох Они успокаивают меня Ты приготовил предо мной трапезу Ввиду раков моих Умостив и леем голову мою Часа моя преисполнена Так благость, милость Да сопровождает меня На все дни жизни Я проработаю в доме Господня Многие дни Аминь Слава Богу Покрепляет душу мою И сердечными молитвами И сердечными молитвами И сердечными молитвами Укрепляется мой дух И сердечными молитвами И сердечными молитвами И сердечными молитвами Укрепляется мой дух Иду в страну далекую В дом небесного отста И сердечными молитвами Дети черный грудь широкою, Дети черный грудь широкою, Слава Слове без конца. Слава Слове без конца. Слава Слове без конца. А если б тебя постигла такая беда, И кто-то принес злую весть К твоему вдруг порогу, Ты все потерял, Уничтоженный в поле стада, О, что бы тогда Ты сказал всемогущему Богу? А если б твой дом Ураганом сметен был с земли, И ты вмиг один вдруг Лишился бы теплого крова, И люди к тебе с этой вестью Недоброй пришли, Какое тогда Произнес бы ты Господу Слово? А если б детей Потерял ты в один страшный день, И сердце твое Разрывалось бы в горькой разлуке, И если б тебе не хотелось Смотреть на людей, С какой молитвой Простер бы ты Господу руки? А если бы ты Был проказы и лютой сражен, На теле твоем Не осталось бы места живого, И если бы хлебом твоим Стались слезы и стон, Какое тогда Произнес бы ты Господу Слово? Ты скажешь, Не может такое Обрушиться в раз, О, да, Но однажды То с Иовом было Все сразу, И к праведной жизни Допущен был Господом враг, И стад всех лишился Иов, И детей всех, И крова, Он саживо гнил От проказы Вдали от людей, Он все потерял, Но пред Богом Вставал на колени, Он слово одно повторял, Повторял каждый день, Да будет имя Господне Благословенно. Не бойся, На поле твоем Не исчезли стада, И дом твой стоит, И все дети сегодня с тобою, Но если допустит Господь И случится беда, Достойно справляйся С прищадшей внезапно бедою. Не плачь безутешно, Не слушайся чьей-то молвы, Без воли Господней Ничто в жизнь твою не ворвется, Не может даже волос Упасть с твоей головы, А что до души, Враг ее Никогда не коснется, Ты в Божьих руках, Это в памяти крепко держи, Начнут ураганы реветь, Ты вставай на колени, Господь не оставит тебя, Ты в молитве скажи, Да будет имя Господне, Благословенно. Аминь. Приветствую вас, дорогая церковь. Сердце тоже бьется. Волнение от Володи передалось и мне. Но с Божьей помощью мы будем проповедовать Слово Божье, И народ Божий будет слушать. Я попрошу вас открыть место священного писания Второе Тимофею, Послание апостола Павла. Второе Тимофею. Мы будем читать с вами Третью главу И прочитаем всю главу. Итак, «Знайте же, что в последние дни Наступят времена тяжкие, Ибо люди будут самолюбивы, Сребролюбивы, Горды, Надменны, Злоречивы, Родителям непокорны, Неблагодарны, Нечестивы, Недружелюбны, Непримирительны, Клеветники, Невоздержаны, Жестоки, Нелюбящие добра, Предатели, Наглые, Напыщенные, Более сластолюбивые, Нежели боголюбивые, Имеющие вид благочестия, Силы же его отрекшиеся, Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, Которые вкрадываются в домы И обольщают женщину, Утопающих в грехах, Водимых различными похотями, Всегда учащихся, Но никогда не могучих дойти до познания истины. Как Иоанни и Амври противились Моисею, Так и сии противятся истинной. Люди, Развращенные умом, Невежды вере, Но они немного успеют, Ибо их безумие обнаружится перед всеми, Как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, Житии, расположении, вере, Великодушии, любви, терпении, В гонениях, страданиях, Постигшие меня в Антиохии, Иконе и листрах. Каковые гонения перенес, И от всех избал меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво, Во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут приспевать во зле, Войдя в заблуждение и заблуждаясь. Ты пребывай в том, чему научен, В что тебе верено, Зная, кем ты научен. При том же ты и с детства знаешь священные писания, Которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание Бога вдохновенно и полезно для научения, Для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, Как всякому доброму делу, приготовлен. Аминь. Дорогие братья и сестры, Божий человек, апостол Павел, Вадимый Духом Святым, Создает очень много церквей, Собраний за пределами Палестины. В этом послании видно, Как он изливает свою душу и сердце. Он, видя, Как церкви терпят удачу за неудачи. Как церкви отходят от истины, Когда-то были им организованы им посредством Духа Святым. Это одно из последних посланий, Которых мы знаем, Апостола Павла. Он сидит в римской темнице, Ждет своего наказания, казни, Через обезглавленное. Мудрый апостол Павел, Отзывчивый, верный, Но измученный и уставший От долгих путешествий, Служа Господу. Он дает это повеление, Указание, Чтобы Тимофей держался твердой веры. Он дает эти указания, Потому что видит Проблематику того времени, Того периода, Где встретились, К чем встретились эти церкви. Посмотрев этот перечень, Перечень грехов, Который апостол Павел Перечисляет, Он сопоставим Тому образу жизни Язычников, Где перечисляет тот же апостол Павел В послании Римляна в первой главе. Беря эти два списка, Мы понимаем, Что практически нету разницы. Но апостол Павел Пишет именно верующим людям, И говоря о таких грехах. Дорогие братья и сестры, Проблема того времени, Когда видел апостол Павел, Они не возникли на пустом месте. Если вы внимательно читаете И послание апостола Павла, То во многих местах Он указывается о тех людях, Которые способствовали Тому или другому учению. Он называет их лжеучителями, Лжепророками, Лжесвидетелями, Еретиками. Те, которые учат людей И уводят от истинного слова. Где люди изменяются, Изменяется их жизнь. Апостол Павел переживает. Я часто задумываюсь об этом месте. И очень много мест таких есть похожих. Ведь книга Библия – Это самая актуальная книга Всего времени, Всего человечества. Я думаю, вы со мной согласитесь. Актуальна и в то время, И актуальна через две тысячи лет. Но перечисляя эти грехи, Вы знаете, я задумался И подумал, неужели наша церковь, Церковь Христа наполнена такими людьми. Я бы не хотел этому верить. И я, наверное, отдаю кредит, И всем отдадим кредит славянским церквям, Что, наверное, мы не согласимся Со многими этими грехами. Наверное, и слава Богу, Если мы не соглашаемся, То мы не живем такой жизнью. Слава Богу. Но, тем не менее, Если эта книга актуальна, Проблема в наши дни существует. Существует проблема, Может быть, не греха к так таковому, Но проблема терпимости ко греху. Я сейчас объясню. Дело в том, что, Наверное, вы многие, может, знаете, Я сам вырос не в верующей семье, Не в христианской семье. Но в семье, где я воспитывал родителей, Дали мне хорошее образование и воспитание. Слава Богу моим родителям. Но, тем не менее, Это была не христианская среда. Общаясь здесь уже в Америке, Потому что я покаялся в Америке, Пришел Господу в Америке. Общаясь с людьми, с христианами, Особенно в последнее время, Я стал замечать, что Какой-то конкретной черты Или разграничения между верующими и неверующими Не осталось. Практически стерты все границы. Нету контрастов. Черное и белое. Слушая проповеди по интернету, Читая проповеди, Ты можешь найти любое оправдание Ну, своему греху. Но если не греху, Какому-то своему деянию. Можно найти даже тех служителей, Которые тебе могут опровергнуть. Ты можешь с ним поговорить, Что он скажет, Татуя – это нормально. Доброчные связи – это нормально. Сегодня прочитал, Уходил на служение, И закрывая Писание, Я посмотрел информацию, Где в Вашингтоне проповедовал пастырь, Который сделал операцию, Был женщиной, Сейчас стал мужчиной. И он проповедовал и говорил, Мы имеем честь проповедовать Геям и лесбиянкам в этот день. Эта женщина сейчас стала мужчиной. Я просто был шокирован. Это однозначно мы живем в последнее время. Это то, что мы называем христианством. Христианство, Когда мы терпим грех. Сегодняшнее современное христианство, Когда мы относимся толерантны К греху. Толерантны К каким-то изменениям. И я подумал, Ну неужели так было всегда? Ну вот мы говорим, Ну что вы говорите, Последнее время, Последнее время. И мои бабушки, Дедушки говорили, Последнее время, Последнее время. И я действительно подумал, Ну неужели так было всегда? У нас есть очень много информации в библейском колледже, и нам давали эту книгу, наверное, вы здесь тоже покупали, «История христианства», Санников написал, мы прочитали. Потом есть такая книга, Руф Такер написала, мы делали доклад в колледже «От Русалима до края земли», где она описывает о миссионерах, которые распространяли слово от Первой Церкви и до сегодняшнего дня. И очень много я прочитал уже за это время книгу о русском баптистском братстве и так далее и тому подобное. Вы знаете, но я понял одно, такого времени еще не было. Мы недавно разбирали слово, и брат один, Валера, спросил, говорит, Влад, вот ты был неверующий в то время, и ты помнишь верующих, которые с тобой общались? Я говорю, помню, и стал вспоминать. Я говорю, ну как, как они тебе? Я говорю, ну я не помню, чтобы как-то они послужили мне. Чем-то, каким-то, почему-то они всегда такие были вот грустные, застегнутые, всегда вот такие мрачные. Я вот вспоминаю, такой вот. Но они были отделены, как какая-то каста другая. Дети были, занимались именно со своими детьми, ребята росли так же. Вот я вспоминаю, и они никогда не были где-то с нами, где-то мы там шалили, никогда не были. Может быть, были какие-то единичные случаи. Потому что они имели четкую границу. Был Советский Союз, коммунистический режим, который четко отвергал Бога. Так понял, что в то время все-таки жилось чуть проще, чем сейчас. Потому что, разговаривая с христианами нашего времени, он может быть в тату и сережке, но он верит в Бога. Он может затушить сигарету, выругаться и тоже вспомнить о Господе. И все это в порядке вещей. Мы стали спокойно относиться к однополым бракам, мы стали спокойно относиться к добрачным связям уже в церкви. Мы не говорим о проблемах мира. Церкви, в которой мы существуем. Ну что ж теперь поделаешь? Ну вот атакова жизнь. Ну самое интересное, когда вы просмотрите историю христианства, вы знаете, какая особенность? Самые сильные церкви были тогда, когда было время гонения. Время гонения. Если кто читал историю христианства, был один из первых царей, кто принял христианство, это был Константин. В то время все подданные приняли эту веру. Стали христианами, модно, как сейчас скажем, брендово уже здесь. Все государство стало христианское. Как хорошо живется, да? Все стали христианами. Но он погибает, он то есть умирает, и наступают времена гонения. Приходит тот, который не принимает христианство. И что остается? Начинается перетрубаться. Начинается гонение, как давильное. Кто остается? Остается верный, испытанный. И смотря на вот эту историю христианства, ты понимаешь, что эти времена когда-то наступят. А я вспоминаю, уже читая историю 90-е годы, когда в спорткомплексе Олимпийский в Москве приехал один из вещачек проповедников нашего времени. Это Билли Грейм был. Наверное, кто-то помнит, я только по истории вспоминаю. Кто-то реально это помнит. Это великое пробуждение было. Великое пробуждение. После того, как занавес пал, люди толпем и пошли в церкви. Стали принимать Христа. Стали верующими. Это стало модно быть христианином, помолиться Господу. Это стало быть модно, брендово. Церковь стала принимать тех, которые приходили в церковь. Это были разные люди с разных социальных лестниц. Были богатые, были бедные, были артисты, знаменитые, талантливые. Но часто они приходили, принимали Господа без истинного покаяния. И церковь начинала смешиваться. Начинала смешиваться. Как тело Христа. Как тело. Мы тело Христа. У тела Христова есть особый иммунитет. Оно должно излечивать тело. Церковь не успевала его излечать. Очень много бактерий находилось в цели. Приходит время, когда Господь подвергнет церковь гонению. Придет когда-то время, когда будем гонимы. И тогда будет взвешена каждая душа. И тогда мы увидим действительно чистоту христианства. Братья и сестры, я не пугаю. Я действительно говорю, что это будет. Это повторяется. Это будет. Рано или поздно. Но самое интересное, что... Почему это происходит? Почему это происходит? Дело в том, что мы привыкли дьявола воспринимать как определенного врага. Но тактика дьявола поменялась. Поменялась в чем она? Смотрите, я прочитаю один стих. Бытие, третья глава. Бытие, третья глава. Пятнадцатый стих. Бытие, третья глава. Пятнадцатый стих. Помните, когда Адам и Ева, это историю, когда она съела плод и дала Адаму. И я буду вырывать из контекста. Господь Бог говорит, 14 стих. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклятый перед всеми скотами и всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, будешь есть прах во все дни жизни твоей. И самое главное, и вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в питу. Смысловое значение слова положу, вражду. Господь положил вражду между человечеством и дьяволом. Что ему необходимо сейчас? Как вы думаете? Убрать эту вражду. Помириться с миром. Почему? Потому что дьявол, написано врата дьявола, что не одолеют церковь. Он не может в открытую сражаться с нами. Единственная тактика – помириться с миром. Тем самым сделать врагами божьих детей для Господа, который будет наказывать своих детей. Потому что сегодня либеральное богословие во многих 90% церквях Америки говорит нам об обратном. Бог есть любовь. Бог будет с вами всегда и везде. Даже во время покаяния редко услышишь, когда говорится, я каюсь, я последний грешник, и прости меня, Иисус. Последнее время в церквях не будет проповедоваться. Господь будет наказывать. Давайте мы откроем еще одно место. Место Исаии, 63 главу. Если вы не успеваете, я быстренько открою. 63 главу, 8-10 стих. И сказал, он сказал, «Подлинно они, народ мой, дети, которые не солгут». И он был для них спасителем. «Во всякой скорби, и не оставлял их, и ангел лица его спасал их по любви своей, и благосердию своему он искупил их, взял, носил их во все дни древние». И 10 стих. «Но они возмутились, огорчили святого духа его, поэтому он обратился в неприятеля их, и самое главное, сам воевал против них». Тактика дьявола. Посеять мир, то есть быть вовлечен в дружбе с миром дьявол, он настраивает Господа. То есть народ Божий, не Господа, он не может настроить Господа. Народ Божий настраивает себя, самого против Господа. Итак, вражда, вражда, которая необходима для отделения, вражда, которая необходима для освящения, дорогие братья и сестры. Оно не популярно. Такое богословие, когда говорится о грехе, когда говорится о том, что мы должны освящаться. Действительно, в последнее время оно не популярно. Но, слава Богу, в наших церквях еще проповедуются о грехе, проповедуются о проблемах последнего времени. Потому что последнее время непосредственно связано над молодежью, теми плечами, которые идут за нами, которые должны повести Церковь Божию. Дорогие братья и сестры, у нас сегодня терпимость ко греху. Терпимость ко греху, ко всем обстоятельствам, которые связаны со грехом. Независимо, кто это, мал или стар, проблема, которая существует у нас сегодня. Мы должны понять, чьи мы дети. Мы должны понять, какое звание мы несем. Кем мы призваны. Дорогие братья и сестры, если не будет вражды, будет проблема с самим Господом. В последнее время мы относимся очень спокойно к взаимоотношениям молодежи. Если добрачные взаимоотношения, и цукей, какие-то, не знаю, непонятные технологии, связанные там у нас. Я слышал, уже в последнее время у нас там снапчат или как там рассылаются отдельные фрагменты тела своего. И мы считаем это окей. Родители не контролируют. Мы не контролируем. Смотря на это, сам по себе народ, вымирает Божий народ. При том, что мы носим гордо название христиан. Проблема, которую мы видим, проблема, которую мы слышим, проблема, которую мы проповедуем, ее нельзя избежать, дорогие братья и сестры. Последнее место я хочу прочитать. Это Второзаконие, седьмая глава. Второзаконие, седьмая глава, с первого по восьмой стих. Прекрасные слова. Смотрите. Когда ведет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ее, и изгонят от лица твоего многочисленные народы, хитеев, киргисеев, амореев, хананеев, ферезеев, ивеев, ивусеев, всем народов, которые многочисленнее и сильнее тебя. И предаст их тебе Господь, Бог твой. И поразишь их, тогда предай их заклятию. Не вступай с ними в союзы, не щади их. И предаст их тебе Господь, не знаю, и не вступай с ними в родство, дочери твоей, не отдавай за сына его, и дочери не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. Но поступит с ними также жертвенник, и разрушьте столбы, их сокрушите, и рощи их вырубите, и стуканов их сожжите огнем, ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь, избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов. И последнее, но потому, что любит вас Господь. Для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Дорогие братья и сестры, Господь Бог любит нас. Но мы должны понимать, что мы живем очень трудное время, где границы размыты, все стало серое, нету контрастов. И если вы из того поколения, которое помните эти контрасты, были верующие и неверующие, отделенные и неотделенные, но мы отделены не только от мира, мы отделены для Господа, чтобы служить Ему. И Господь наполняет нас этим служением. Пусть Господь благословит нас, потому что Иисус Христос на Голгофе доказал нам всем, что Он любит всех нас. И пусть Господь нас благословит, когда мы принимаем Господа нашего, Иисуса Христа. Мы должны понимать, кем мы призваны, для чего мы призваны. И пусть Господь нас всех благословит в этом. Аминь. Иисус Христос 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 Вовсе другую, так тяжко и больно Сейчас закричу, по небу тоскую, сильно тоскую Одно утешенье, что эти года закончатся скоро Там вечный город придет, Иисус заберет нас туда Навсегда Одно утешенье, что эти года закончатся скоро Там вечный город придет, Иисус заберет нас туда Навсегда Блаженны алчащие и жаждащие правды, ибо они насытятся. Блаженны кротки, блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены с сынами Божьими. Блаженны и изгнаны за правду, ибо есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески непроедно засловить за меня. Ладуйтесь и веселитесь, ибо велика ваш награда на небесах догнали пророков, бывших прежде вас. Аминь. Дорогие братья и сестры, я вас приветствую. И желаю Господня богословения, чтобы Господь продолжал нас благословлять. Действительно, тема, которую мы сегодня говорим, слышим, читаем, это мы. Это наше время, наша жизнь. И дал бы Господь, что действительно каждый из нас, живя в это время, последнее время, потому что апостол Павел пишет, последние дни, брат, им было прочитано, последние дни. То есть то, что мы переживаем, это наше, мы должны в этом жить. Но соглашаться с тем, что церковь живет в таком положении, я бы никогда не соглашался. Я нисколько не оспариваю, но когда мы говорим о церкви, и мы имеем в виду церковь Иисуса Христа, церковь Иисуса Христа никогда не согласится с этим, то, что делается в мире. И между миром и церковью Иисуса Христа грани никогда не будут, они, как бы, скошены. Поместные церкви, к сожалению, мы с вами знаем, что есть так называемые многие поместные церкви, что они принимают то или другое. Это ихняя проблема. Но не проблема церкви или невесты Иисуса Христа. Вот это нам очень надо, очень правильно понимать. Написано, что о Лоте написано, что он жил в Содоме и Гаморе. И вся эта окрестность развратилась. И написано, что праведный Лот томился в праведном душе своей. Он жил среди этого народа. Он видел, что творится. Он не мог ничем повлиять, и он томился. Но он не соглашался и не участвовал в этом. Вот это и есть прообраз, как бы сказать, церкви Иисуса Христа, которой действительно мы, живя на этой земле, переживаем, слышим, видим. Но соглашаться с этим, если я действительно принадлежу истинной церкви, если я действительно принадлежу Иисусу Христу, я являюсь ее невестой, то я никогда не соглашусь. Вот это, если я соглашаюсь, то, что происходит в мире, то, что происходит в наши дни, я говорю, ну это окей. Я поддерживаю, я соглашаюсь, тогда вопрос, являюсь ли я членом церкви Иисуса Христа. Это очень важно. Тема моей проповеди сегодня немножко в другом фокусе. Сегодня тема о вдовах и сиротах. Это одно из повелений Господних, чем должна церковь заниматься на этой земле. Безусловно, когда, если задать вопрос, и когда мы задаем вопрос, чем должна церковь заниматься, мы сразу говорим, что должен проповедовать Иисуса Христа. Да и аминь. Но еще цель или обязанность в церкви есть, чтобы мы с вами заботились о вдовах и сиротах. Апостол Яков в первой главе, послание апостола Якова, первая глава, 27 стих. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов вискорбяк и хранить себя неоскорненным от мира. Апостол, если мы читаем ниже, апостол Яков очень ярко понимал жизнь сирот и вдов. В Слове Божьем о сиротах написано 42 раза или 42 стиха, а в вдовах 77. Где-то 120 стихов о Библии написано о сиротах и вдовах. И когда мы с вами внимательно изучаем, живя на этой земле, иногда на похоронах мы говорим, может быть, на эту тему, что когда мы видим, что действительно хороним мы отца или мать и остаются сироты, мы как-то им обращаемся. Но действительно жизнь или судьбу вдовы может понять только вдова. Жизнь или судьбу сироты может понять только сирота. Мы как люди, которые еще, может быть, не прошли этот путь или не стали на этот путь, мы можем со стороны сочувствовать, мы можем со стороны сказать, да, понятно, но действительно понять очень сложно. Но Слово Божие говорит нам сегодня, чтобы мы были участниками, потому что апостол Яков говорит, чистое и непорочное благочестие. Многие из нас, само слово благочестие – это христианская благотворительность. И мы когда изучаем, мы видим, что действительно апостолы уделяли очень огромное внимание сиротам и вдовам. И они писали церквям. Я сегодня хочу кратко рассмотреть, как мы с вами должны уделять внимание сиротам и вдовам. Я бы даже сказал, что меня заставило более глубоко изучать эту тему. И сегодня, может быть, а не будет такой пламенной проповеди, как мы иногда ожидаем. Скорее всего, я бы хотел побеседовать или войти, наверное, в жизнь так подобных людей. «Каждый из нас, живущий на этой земле, хотя мы и соглашаемся, порой и не соглашаемся, что если мы не были сиротами, то есть наши родители умерли, когда мы были взрослыми, если наш возраст уже до такого, что наши дети уже взрослые, и если Господь когда-то кого-то из нас призовет к себе, дети уже как бы они взрослые, вот это нас успокаивает. Но каждый из нас, живущий на этой земле, должен знать, что когда-то ты будешь вдовой или когда-то ты будешь вдовцом». Это реальность. От этого мы не хотим как бы не соглашаться, когда живешь, не думаешь, но оно так, оно в жизни есть. Очень редко, очень редко, исключительные случаи, когда бывает, что муж и женат, но временно уходят с этой земли. Бывают подобные случаи, но как бы ни было, кто-то кого-то оставляет. Вот поэтому Господь Бог, зная судьбу или жизнь вдовы и сироты, Он говорит, что «Вдовы ваши пусть надеются на Меня, ибо Я отец сиротам и вдовам». Потому что человек, опять же, к тому я повторяю, что человек, который не прожил то или иное, он не может понять, он не может даже сочувствовать, но Бог знает сочувствовать. А в сиротах и вдовах сказано в Ветхом Завете очень повеление Господне, когда мы с вами читаем второзаконие, когда Господь давал израильскому народу законы или заповеди, как они должны жить на этой земле, он, Бог с высоты небес, не прошел мимо вдовы и сироты. И это есть обязанность каждого человека. Второзаконие, 24 глава, 19 стиха. «Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, пусть он останется прищельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою в ветве, пусть останется прищельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды виноградника твоем, не собирай остатку за собою, пусть останется прищельцу, сироте и вдове». Вот такой как бы заповедь, и скорее всего, может быть, закон Господь Бог позаботился. Он знал, что на этой земле будет очень много сирот и будет очень много вдов. И, к сожалению, в наше время они добавляются, добавляются все больше и больше. И вот поэтому Господь Бог позаботился, говорит, если ты хочешь, чтобы Господь Бог благословил тебя, благословил твою работу, благословил твой дом, благословил твой бизнес в данном аспекте, Он говорит, когда ты будешь собирать жатву твою. То есть, когда ты будешь иметь то, что ты имеешь, и тут написано очень ясно, говорит, если ты забудешь сноп, не колось, не колось, не колось, а просто оставлять, как ее оставлял Воз, чтобы, но, говорит, если ты уже забыл сноп, который ты приготовил, это твое, ты поработал, ты потел, чтобы собрать, ты смотрел на него, но если, говорит, ты забыл, испомнил, не возвращайся. Это не твое. Оставь сироте и вдове. Числом сказано, что когда ты будешь жать на поле твоем, то до конца не собирай свою жатву. Оставь при дороге, оставь полосы для вдовы и сироты. Почему? Потому что, говорит, ты вспомнил. Помни, вот здесь, и помни, что ты был рабом в земле египетской. И помни, что когда-то ты будешь вдовой. Когда-то, может быть, твои дети, кто-то, внуки твои будут сиротами. Вот это мы никогда, братья и сестры, не должны забывать. Хотя сознание и подсознание наше, как бы, говорит обратно, но факт остается фактом. Это кто-то скажет, что это было в Старом Завете. И очень благословенны те люди, которые уделяют внимание сироте и вдове. Я недавно, буквально, в свежей моей памяти, в одной беседе, в одном кругу с братьями, затронув эту тему, я услышал очень удивительное понимание. Признаюсь, я никогда не задумывался, никогда не слышал. И когда я услышал, я содрогнулся. Этот брат сказал, что вдовы не должны обременять церкви. Поверьте, что я не поверил своим ушам. Я когда начал исследовать, думаю, откуда же брат взял это самое, что вдовы не должны обременять церкви. То есть, иными словами, церковь не должна ухаживать или принимать участие в скорбях, бедах, переживаниях, нуждах вдовы и сироты. Знаете, можно найти. Если оторвать от стиха, от контекста оторвать, я хочу прочитать, что мы все с вами, я очень боюсь допустить мысль, что еще подобные в нашей церкви есть люди, которые так понимают, что вдовы не должны обременять церковь. Что церковь, или иными словами, что церковь не должна заботиться о вдовах и сиротах. Тогда кто же будет заботиться? Давайте апостол Павел пишет Тимофею, пастору церкви, как пастор церкви Тимофей должен в то время, должен был обращать внимание на сирот и на вдов. Первое, у нас нет времени, чтобы больше, я думаю, что вы можете изучать эту пятую главу, первое послание к Тимофеям, больше половины этой главы посвящено вдовам. Как церковь должна обращать внимание вдовам, или не обращать внимания? Я только прочитаю 16 стих. 1 Тимофея, 5 глава, 16 стих. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви. Если мы остановимся только здесь, тогда скажем, действительно, пишет, чтобы вдовы не обременяли церковь. Но это не так. Как понять этот стих? Как понять этот стих и как нам поступать? Вторая часть, смотрите, говорит, что чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Когда мы в контексте изучаем это событие, или события того времени, сегодня, безусловно, не так. То время, или первые христиане, первые церкви, мы с вами видим, шаг за шагом прошло 20 веков, что все менялось. Первые христиане, еще мы читаем 4, дальше 2 главе мы читаем Деяния Апостола, что у христиан все было общее, они приносили все общее, и они имели радость. Потом прошло некоторое время, в 6 главе, мы сейчас не можем уточнить точно, но в 6 главе мы видим, что было разногласие в церкви, и что некоторые вдовы были невнимания, то есть оставались без внимания, почему апостолы говорят, что изберите людей, которые будут честно поступать. И было такое время, что действительно вдовы, живущие в Иудее, в Иерусалиме, в тех местах, они увидели, что из церкви исходит тепло, в церкви им предоставляется возможность питаться, греяться, то есть за ними ухаживают. И многие вдовы, которые были необращенные, они оставались вдовами, то они шли в церковь. Не для того, чтобы они покаялись, не для того, чтобы они верили, но они просто понимали, что в церкви есть тепло, и они о них заботились. И получалось немножко, что в церкви были истинные вдовы, то есть святые, верующие которые, и те вдовы, которые приходили с мира. И перемешка была, что те, которые приходили с мира, не для того, я повторяю, что они уверовали, или покаялись, или стали крестьянами, они просто пользовались, то апостол Павел Тимофеев пишет, что будь осторожен, не принимай их, как бы, скажем, нашими словами сегодня, что не принимай их в члены церкви, потому что они не возрожденные. Когда мы читаем выше, они становятся теми, теми, теми. А принимай истинных вдовиц и заботься о истинных вдовицах. А что же 16 стих говорит нам, почему апостол Павел говорит, есть ли какой верный или верная? Имеется в виду, как и тогда было и сегодня, что тогда был рабовладельческий строй. Многие людей, многие люди, которые верили, они веровали в те, которые действительно имели рабов у себя. Мало или много. И апостол Павел пишет, те верные, те, скажем, покаявшиеся христиане, которые имели рабов у себя, и из ихних рабов кто-то был вдовой или вдовцом, то этот верный, этот христианин должен был заботиться о вдовах, которые в доме его. Я еще раз повторяю. Чтобы нам было понятно все, тот бизнесмен того времени, который имел подчинение у себя людей, те люди, которые работали на него, рабы, и он имел вдов, то этот верный, этот христианин должен был заботиться об этих вдовах. Он не должен был этих вдов передать в церкви, чтобы церковь заботилась. Почему? Смотрите, вторую половину мы с вами прочитали. Чтобы она, то есть церковь, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц, то есть в церкви были истинные верующие христианки, которые были вдовцами или вдовами, то церковь, имея своих членов церкви вдовами, то церковь должна была заботиться о них. А тех неверующих вдовов должны были заботиться верные, которые имели в своем попечении вдов. Вот поэтому апостол Павел пишет Тимофею, что будь очень аккуратен. И мы с вами сегодня тоже должны быть очень внимательны, аккуратны и честны по отношению вдовам и сиротам. И не понимать, что вдовы, как я повторил, как мне брат утверждал, что вдовы не должны обременять церковь. Нет, наоборот. Апостол Павел пишет, что церковь должна довольствовать их, то есть довольствовать, помогать им в скорбях, в нуждах, переживаниях. Вот это есть здравое учение, вот это есть библейские учения, как мы с вами должны обращаться вдовами и сиротами. Что действительно одно из обязанност поместной церкви уделять огромное внимание сиротам и вдовам. Хотя мы с вами знаем, что как мы сможем помочь им. Безусловно, мы о них молимся, мы о них вместе с ними переживаем. И мы должны им и материально помочь. Потому что, как я вначале сказал, что жизнь вдовы не очень легкая. Она не каждой и не каждому подойдет. Она не имеет с кем поделиться. Может быть, есть подружка, может быть, есть мама, может быть, есть сестра, как-то. Но я почему об этом говорю, что я неся служение в церкви, в нашей церкви я знал поименно, каждая шестая сестра была вдовою. Более шестидесяти вдов в нашей церкви было. И действительно было такое, что часто делали, собирались только вдовы для беседы, для общения. И когда собирались вдовы для общения, у них совсем другой разговор, как у нас, когда мы семейные собирались. Их можно было понять или надо было понять. Слава Господу, в нашей церкви поместной здесь около десяти, чуть больше десяти, может быть, кого-то я не знаю или мы не знаем, но я знаю, что мы все уделяем, церковь уделяет внимание нашим вдовам, нашим сиротам. Это я благодарю Господа. И другое, я хочу сейчас еще перейти на другое, что наша церковь, поместная церковь, церковь спасения, я благодарю Господа, благодарю за руководство, что действительно мы правильно понимаем, что на первом месте в нашем понимании помогать сиротам и вдовам. И очень приятно, когда объявляется с кафедры или братья и сестры, которые приготовляют что-то и говорят, что это то, что распродажа, оно пойдет сиротам и вдовам, и слава Господу, что наши братья и сестры участвуют. Каждый из нас, откровенно говоря, покупает этот пирожок, мы знаем, что оно не стоит столько, но мы покупаем и с радостью знаем, что это идет для нужд вдов и сирот. Вы слышали, мы обращались на праздники, стараемся от имени церкви, у нас есть церкви миссионерский отдел, не только, который может быть кто-то думает, что миссионеры, молодежь едут, они просто там едут лагеря проводят, да, они это помогают тоже, но последнее время, если вы обратили внимание, больше всего идет, уделяем внимание для сирот и вдов. На Рождество, когда мы собирали церковью помощь, знаете, сколько мы собрали, скольким семьям мы смогли помочь? Более пятидесяти семьям мы смогли помочь. На Пасху тоже этим же вдовам и сиротам. Сегодня мы совершим молитву наши братья и сестры из миссионерского отдела во вторник уезжает на миссию и они не просто едут там в лагерь проводить отдыхать, но они посещают эти семьи, они знают уже эти поимена, пофамильные семьи, которые сироты и вдовы. И от имени нашей церкви, от имени поместной церкви они везут с собой помощь. Это наше служение, наше общее служение, я благодарю Бога опять же за нашу поместную церковь. И те братья и сестры, которые жертвуют иногда даже сборок и пишут, что для сирот и вдов, эти деньги считаются отдельно и они идут непосредственно, ни на какие нужды. И в церкви есть другие нужды. Но если я напишу 10 или 20 долларов или 100 долларов для нужд для сирот и вдов, то это идет отдельный фонд. И в этом не сомневайтесь. Учет ведется братьями очень правильно. Эти деньги идут только для сирот и вдов. Больше не на дорогу, даже не проведение лагеров, но только для сирот и вдов. Вот поэтому сегодня Господь победил мое сердце. Благодарить церковь и призвать, что мы действительно еще и еще, сколько мы с вами сможем участвовать в этом, не только сегодня. Сколько мы можем? Когда мы можем? Кроме того, что братья поехали узнали, а там еще и звонят, пишут и столько писем, я думаю, что каждый из нас, опять же, братья и сестры, мы имеем своих вдов, знакомых, друзей, своих сирот, знакомых, друзей. Очень хорошо, если мы уделяем им внимание. Потому что здесь сказано, что благочестие, истинное, чистое благочестие есть, презирать само слово, помогать вдовам и сиротам в их скорбях. Кто-то скажет, а они, может быть, скорби не имеют. Имеют, братья и сестры. Какая вдова не имеет скорбь? Может быть, она меньше говорит нам о этом? Какая сирота не имеет скорби? Может быть, они меньше обращаются к нам? Но мы всегда должны знать, что вдова и сирота всегда имеет скорбь. И заканчивая, я бы хотел прочитать один стих, который апостол же Павел Эфисианом 2 главе 10 стихом пишет. Наша обязанность перед Господом, ибо мы Его творение, Господне творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. У нас иногда есть крайности. Читаю этот контекст, уже времени нет, может быть, мы когда-то вернемся к этому контексту. Мы иногда говорим, что мы спасаемся не от дел, аминь, не от дел. Но мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, и Бог предназначил это наша обязанность совершать добрые дела. А добрые дела мы с вами прочитали, уделять внимание, помощь сиротам и вдовам. Давайте мы сегодня в конце нашего служения помолимся о сиротах и вдовах, чтобы Господь благословил их, их скорбях, и чтобы нам дал побуждение и страху, и желание помогать им. Как это будет? Господь расположит каждого из нас. Аминь. Давайте помолимся. Остывший отчаянный льда никого не согреть, и сядший родник напоить никого не суметь, не любить. Разбитый сосуд ничего не способен местить, и мертвый не может ни петь, ни дышать, ни любить. быть может быть может и ты, как подуши во браке без строг, согреть никого из людей не сумел насеком. быть быть может и ты, как и сядший раздой родник, и кто-то напрасно к тебе силой жаждой принил. быть может и ты, как и сядший раздой родник, и кто-то напрасно к тебе силой жаждой принил. Ты призван твореть от них плавила Божьей любви, и пусть и огонок как твачьи морей твачьи. Среди темно и греха будь горящим костом, в полуде листой будь прозрачным живым ранником. Среди темно и греха будь горящим костом, в полуде листой будь прозрачным живым ранником. святой им святой святой славы и святой листой Ему одному воздавай благодарность и честь, Чтобы имя Иисуса в Тебе смог бы каждый прочесть. Ему одному воздавай благодарность и честь, Чтобы имя Иисуса в Тебе смог бы каждый прочесть. Приветствую, братья и сестры. Я попрошу сначала молодежь, которая едет в Молдову, чтобы вы вышли сюда. У нас мало времени. Быстренько. Где они? Это сестра Юля Кравчук и Тома Артур. Но это не вся молодежь. Друзья, это две рыбки. Хлеба у нас. Я сейчас расскажу, где хлеба. Аня Андроник, она уже в Молдове. Она раньше вылетела туда. То есть она нас ожидает там, переживает. Мы общаемся по скайпу, готовимся по программе. Потом в Вирджинии молодежь едет. Четверо. Один брат и три сестры. Слава Богу, тоже имеют опыт в работе с детьми. Брат музыкант. Он отвечает за музыку. Сестра Юля, она отвечает в нас в лагере за подделки. Братья и сестры, я хочу поблагодарить. В лице церкви очень много работы было, ну как, соделано вот сестрой. Потому что на тысячу детей надо было подготовить весь вот этот материал. Расфасовать его по кулечкам. Книжечки такие вот, они готовили на каждый день там определенный стих. И это все вручную на скрепер. Они это все склеивали, прикрепляли стих, печатали, расклеивали по этой бумажке на тысячу детей. И это большая работа была соделана. Я благодарен за молодежь, за то, что Бог вот проговорил их сердцам. Они услышали вот этот голос и отозвались и пошли. Это большое благословение. Даже может быть и нет тех способностей, которые, казалось бы, нужны для такого. Но знаете, Бог ищет верных, а потом делает их способными. Я верю, что Бог даст необходимых нам способностей для того, чтобы все-таки донести вот эти важные истины этим детям и их родителям. Молодежь еще из Украины, по милости Божьей, тоже будет с нами. Они 24-го переезжают туда. И один брат из Казахстана, то есть у нас собирается группа где-то 12 человек. Это хорошая такая благословенная группа. И сколько нам надо было на количество, я так предполагаю, вот этих детей, Бог усмотрел вот этих людей. Хотя было в одно время некоторые переживания. Во Флориде должна была из Флориды молодежь ехать. В какой-то момент, мы уже отыслали им программу, начали готовиться, они искали билеты. И в какой-то момент они отказались. Это буквально за три недели, где-то, наверное, до того, как мы должны уже вылетать, они отказались. И где-то через, наверное, полтора дня, даже не два, вот звонит, как раз четыре человека отказалось из Флориды. И из Вирджиния молодежь звонит, что они согласны поехать с нами. И слава Богу, что Бог вот так вот усмотрел вот эту нужду, которая была у нас. А в прошлом году мы проводили лагерь. Тема у нас была о сотворении мира. Я коротко, братья и сестры, просто хочу ввести вас как бы в дело, о чем молиться. Потому что у нас это единственная сейчас очень важная просьба. В прошлом году мы, ну как, у нас тема лагеря была о сотворении мира, грехопадения. И потом как выход из этого положения, в котором оказался человек. Это было как бы детям преподнесено и наглядные пособия, и даже в подделках, и в сценках, и в личных каких-то свидетельствах, или свидетельствах библейских персонажей. И слава Богу, были покаяния среди детей. Дети это приняли, поняли, и это мы приняли так же, как благословение от Господа. В этом году у нас тема называется «Дорога в небесную гавань». Это тоже важная такая тема. Мы детям планируем с Божьей помощью объяснить, рассказать, насколько жизнь она важна, и насколько мы зависим от Бога, и сколько трудностей, опасностей их ожидает в этом мире. Они никак не смогут справиться, если с ними не будет Бог. Тоже это мы везем туда. И сценки на эту тему, и игры, и подделки, и наглядные пособия. Так что просьба, братья и сестры, всему свое время. Так Библия говорит. И было время, когда мы, молодежь, молились, чтобы Бог усмотрел. И программу искали, и средства карваши, бэксейлы. Это время ушло. Это время ушло. Уже то, что мы не успели, никак не догонишь. Сейчас время молитвы. Пожалуйста. Мы очень просим. Потому что мы понимаем, что вот это все, ну как, она не принесет никакой пользы, если мы внутренне не будем готовы преподнести вот то, что Бог приготовил этим детям. Делать это искренне, от чистого сердца, чтобы у Бога не было препятствия. Через молодежь, через братья и сестер проводить ту работу, которую он запланировал вот именно в этой местности. Это наша единственная просьба. И благодарю, друзья, огромная благодарность вам за участие. За то, что вот так вот активно, усердно сносили инвентарь. За то, что мы надоели, наверное, уже своими карвашами, бэксейлами. И мне иногда уже и даже неудобно, и даже неудобно уже и объявлять. Мне кажется, что в последнее время, ну как будто, я, наверное, не прав, но как будто слишком много там сирот и вдов. Но знаете, есть стих такой в Библии, что «открывай уста твои для защиты всех сирот». Вот этот стих не дает права молчать. Мне, например, да, когда Бог приводит в эти дома, в эти семьи, Он показывает, в каких обстоятельствах живут эти дети. Я не могу молчать. Я просто не имею на это право. Хотя, ради вот блага, ради вот помощи, участия в этих нуждах вот этих детей и вдов мы должны говорить. Так что вы просите нас, пожалуйста. Слава Богу, слава Богу, что звучат вот такие ободрительные проголоди в нашей церкви. И побуждают, поощряют к тому, чтобы все-таки продолжать вот это заслужение, потому что оно очень важно. По-другому нельзя. По-другому нельзя. Пусть Бог нас в этом благословит. Господь Божий наш, мы к Тебе обращаемся в своих молитвах и взываем через драгоценное имя Иисуса Христа о всех нуждах, которые есть в поместной церкви, чтобы Ты вышел навстречу и помог. Господи, вручаем в Твои святые руки миссионеров, которые поедут из нашей церкви и тех, которые присоединятся к этой группе. Обеспечим полную сохранность и благослови их в пути. И также их служение там и обратно. Осознаем, Господи, что это делается во имя Твое для спасения грешников, для создания необходимых условий, неимущих сиротам и вдовам. Но Ты, Господи, управляешь всеми событиями, и поэтому доверяемся только Тебе. Ты соделай так, чтобы мы имели успех в этом служении и намерения, которые соответствуют воле Твоей, были достигнуты во славу Твою и на помощь людям. Молим и просим Тебя, Господи, также распусти нас миром Твоим, храни в Твоих святых руках на эту трудовую неделю, оберегая от всякого рода зла, от несчастья, от болезней. Мы всецело полагаемся на милость Твою, Господи. Сохрани нас и будь с нами, и будь прославлен в жизни народа Твоего, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok